Всем добрый вечер! Слава нашему Господу! И то, что Господь даровал сегодня, знаете, это время, мы даровал сегодня этот вечер, что мы пришли сегодня сюда, в Его присутствие, чтобы поклониться, чтобы раздать Ему славу, потому что Он достоин. Это очень радостно, очень приятно, когда мы имеем это время. Это очень ценно, что мы, знаете, освобождаемся от всего мирского, всей суеты, от работы, от своих земных забот, приходим сюда в Его присутствие. Потому что, знаете, когда читаете Священное Писание, мы наблюдаем и видим, что Давид очень часто в псалмах, он писал и говорил, он выражал эту ценность, он говорит, что возрадовало сердце моё, да, сказали мне, пойдём в Дом Господнем, знаете, и о Доме Господнем, о Храме он очень много описывал, и он именно понимал, что, знаете, можно молиться и Дому Богу, можно и проставлять Бога дома, знаете, мы это делаем, но он понимал, осознавал важность и ценность того, что, когда ты приходишь в Дом Божий. Почему? Потому что здесь иная атмосфера, атмосфера веры, знаете, здесь другое, есть Его присутствие, есть постоянное Его присутствие, и ты именно, когда приходишь сюда, ты наполняешься, ты выходишь наполненным. Другими, знаете, другие говорят, что я могу посмотреть дома трансляцию, я могу, знаете, посмотреть дома запись, может быть, но ты очень многое потерялась, ты не имел возможность, ты не пришёл именно на служение в Храм Господне. Аллилуйя, слава Господу. Потому что, когда заходишь, ты уже чувствуешь эту атмосферу, ты уже чувствуешь это помазание, ты уже чувствуешь Его прикосновение. Аллилуйя, слава Господу. Пусть Господь нас сегодня благословит, я верю, что Он обильно благословит каждое сердце, которое открыто перед Ним. Я хочу прочитать такие слова, это Псалом 99, написано Псалом хвалебный. Смотрите, «Воскритите Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицо Его с воскресанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во ворота Его со словословия, и во дворы Его с хвалой, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его во век, и истинно Его в рот и рот». Аллилуйя, слава Нашим Богом. И так мы и делаем, мы приходим, и мы славим Его, мы славим в доме Господнем нашего Господа. Давайте мы попросим милости и благословения. Отец Небесный Господь Иисус, мы так благодарны Боже за то, что Господь Ты, Боже, даровал нам эту возможность, Господи. И мы оставили Боже все, Господь, как написано в Писании, что ученики Божьи, когда следовали за Тобой, они прямо оставляли все и не шли за Тобой. Оставляли дом, семью, там Петр и тещу оставлял все, Господь, они следовали за Тобой, все оставляли, Боже. И мы также в это время, в это определенное данное нам время, Господь, мы оставили все, мы пришли сюда в дом, Господь, в дом Твой, Господь. И мы верим, что мы, Боже, Иисус, нечто получим, нечто большее, Господь. И мы, Боже, за этим пришли, Господь, это, Боже, ценное, это вечно, Господь. Все, что мы оставили, оно все здесь горит и все останется, Боже. Но то, что мы сегодня здесь приобретем, Господь, оно, Боже, Иисус, это то вечное, Господь, то сокровище там на небесах, Боже. И мы, Боже, благодарны Тебе, Господь, за эту возможность находиться здесь, Господь. И мы просим милости и благодати, Господь. Благослови каждого присутствующего, Боже. Благослови, Господи Иисус, каждое сердце, Боже, открой, Господь, и освободи, Боже, от всякой мысли, Господи, от всякой суеты земной, Господи, от всего, Боже, чтобы наш взгляд, наш взор был направлен на Тебя, Господь, чтобы наш взор был направлен на небеса, Господь, мы просим Тебя, говори сегодня каждому сердцу, говори сегодня, Господь Иисус, каждой душе, мы просим благослови, благослови также проповедующего, Господи, благослови, Боже, чтобы мы видели, Господи Боже, не человека, но Тебя, Господи Иисусу, мы видели Слово Твое, Господь, мы просим Тебя, Боже, благослови также трансляцию, Господи, благослови те братья и сестер, которые подключаются вместе с нами, Господи, чтобы вместе с нами, Боже, Иисус, подключаться туда, к небесам, к Тебе, Боже, благослови, Господи, благослови эту связь, чтобы все было хорошо, Господи, мы все отдаем в Твои святые руки, Боже, мы так благодарны, Боже, что мы можем находиться именно здесь, в этом месте, Господи, и мы благодарим Тебя за все и просим это все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Я войду в тот город на горе. Я войду в тот город на горе. Божий город на сегодня. Я доскую от моего царя. Вечно буду в дорогой стране. Я войду в тот город на горе. Божий слово домой нас приглашает. Говорит о той, о той поре. И меня в памяти ожидает. Я войду в тот город на горе. Божий город на сегодня. Я доскую от моего царя. Вечно буду в дорогой стране. Я пойду в тот город на горе. Я не буду со смертью там сражаться. И снывать нас тут же на жаре. И жизнь моя будет вечно продолжаться. Я пойду в тот город на горе. Божий город на сегодня. Я доскую от моего царя. Вечно буду в дорогой стране. Я пойду в тот город на горе. Буду ждать соблюдая. Божьи слова. Все свое зажду на горе. Божьи слова. Я пойду в тот город на горе. Божьи слова. Божьи слова. Божьи слова. Божьи слова. Божьи слова. А сегодня. Я пойду в тот город на горе. Божьи слова. Божьи слова. А сегодня. Я доскую от моего царе. Вечно буду в дорогой стране. Я пойду в тот город на горе. я уже ожидаю знаете я и каждый из нас может что он уже ожидает именно тот город он ожидает нам кажется там и слава господу что господь нам дал обетование и мы четко верим и мы стоим на тех обетование и мы знаем что мы пойдем но я но я буду стоять твердо на этих обетованиях и мы будем словом иду я туда откуда я пришел я возвращаясь сюда как вечная божья мысль я был чрез лакаться вечных генов а потом чрево этой земли меня он здесь поместил что брось я поэтапа жизни и обрел о ее чтоб вечного слова образ я здесь я и Субтитры создавал DimaTorzok 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 боже просим господь иисус ты из ли в чем он нуждается также нам нужно за маму господь мы просим боже я вам и моего шло господи ты сказал слово지만 чего не просто иale мое будет вам господин в россии файм ииисуса креста да будет это больше послава тебе а заплатить за давление господь и также эти болезни господь дальше так же осознать этим людям господь что они может иисус нуждается всегда в тебе, да, и сознание им, что они, Господи Божий, нуждаются именно в спасении, нуждается Господь Иисус в постоянных взаимоотношениях с Тобой, Боже. Мы просим, благослови, Господь, также мы благодарны Тебе за эту возможность, то, что Ты еще, Господи Божий, касаешься людей, мы благодарим Тебя за то, что мы смогли посетить эту женщину, Господь, и она уже, Господи Божий, приорила с Тобой, она, Господи, молилась Тебе, и, Господи Божий, в покаянии она осознала свои грехи, своей, Господи, Боже, проступки, Господи. Мы, Боже, благодарим Тебя, за то, что Тебы касаются и свидетельствами. Просто благослови ее, Господи. Надалее, Боже, дай ей четкое осознание, четкую, Господи, уверенность в том, что она, Господи, в том, что в ее грехе прощены и забыты, Господи. И мы просим Тебя, и Ты, Боже, путешь ее Духом Святым, Боже, это пожилая женщина, ей уже 80 с чем-то лет, Господи. Мы просим, Ты, Господи, укрепи ее, Ты, Господи, Иисус, благослови божий во всем чтобы она господь имела твердое господи осознание того что у нас с тобой господь мы все даем в твои святые руки все просим во имя господа иисуса христа аминь слава нашему господу благодарны иисусу что он заботится знаете он всегда выходит на встречу когда мы называем когда мы просим он выходит потому что как написано что он любит нас знаете мы сегодня как говорили с этой женщиной бабушкой говорили что господь знаете родственники родные могут оставить то есть да дети могут оставить мать или наоборот а могут может оставить но как написано что господь он не оставляет он верит до конца знаете и в чем ему нет интереса чтобы его дитя страдало он всегда выходит на встречу пусть господь благословит каждому и мы поем только псалом перед словом он здесь он здесь он здесь он здесь ищет встречи он с тобой он здесь ищет встречи он с тобой чтобы на душе и 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 Что ты здесь, что ты здесь, пред тобой, о мой Господь, преклоняясь пред сами, слава всемогущего, что ты здесь. Добрый вечер всем. Я вас приветствую. Вы, Господи, иисуса Христа. Те, кто с нами также на связи, те, которые также с нами молились, очень благодарны. Слава Ему. Я попрошу, стойте долг для молитвы, здорово нащебесный отец, Господь. Также еще раз присоединяемся к этим молитвам, к этим желаниям, к этим Божьим свидетельствам, Боже, то, что мы слышали, Господь. Мы просим, Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть, Боже, свершится Твоя святая воля, Господь. Мы можем, мы действительно делали это все, отчет, так, как Ты повелел нам делать, Господь, потому что это Твоя святая воля. Идите и проповедуйте в Англии всему творению, Боже. И Господь Бог, Ты даешь, Боже, силу, Ты, Господь, даешь помазание, Ты даешь, Господь, это делать бескорыстно, Господь, потому что в этом Твоя действительно святая чудная воля, Боже. Пусть, Господь, Боже, на милости сегодня та же в этот вечер, мы просим, благослови нас, Господи, сегодня. Про говори, Господь, об этом коротком служении сегодня, чтобы мы, Боже, действительно услышали, увидели Господь, Боже, наполнились отец, еще раз были политы той живой водой, водой с небес, а не с пухлого какого-то водоема, Боже. Пусть, Господь, это действительно будет Твоя живая вода, вода этого позднего водожья, который обещал именно во время жатвы. А мы в такое время сейчас и живем, Боже. Пусть, Господь, действительно, рук, которые покоятся в Боже, до конца Господь уразумеет и увидит, что сегодня делают для нее ее родственники Скупители. Мы просим у всем во имя Иисуса Христа. Раз, и пока мы стоим на стену. Ну, как, давайте откроем Библию. Мы откроем Ветхий Завет и Ереме, 4 глава. Будем читать третий стих. «Ибо так говорит Господь мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между терминами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи и Иуды и жители Иерусалима, чтобы огне мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Садитесь, пожалуйста, по свои места. И я бы хотел говорить сегодня на тему, как бы немножко связать и продолжить то, чем Гаврил Воскресене, кто был, помнит. Мы в апреле именно о Руфе, об этой языческой церкви, которая взглянулась на ту родину, где находилась когда-то наимень. Я навернулась туда, где она вошла в эту тайну искупления, потому что мы понимаем, что Руфь – это есть тайна. И это не просто тайна какой-то женщины, это тайна тебя и меня сегодня. Правильно, когда мы читаем писание, когда мы читаем битлю, мы не видим просто картину Руфика, какой-то девушки, историю любви, которая возвратилась на родину, познакомилась там с парнем, который был богатый такой парень, хороший, был человек, он имел свой поле, так или нет, они познакомились, влюбились, и это такая как бы картина счастливая любовная история. Но на самом деле эта любовная история раскрывается намного глубже, это как небо и земля, так или нет, это настолько раскрывается, это тайна, что это может увидеть только Испыну. Аминь. Это не может увидеть. Некоторые просто читают, вот я могу миллион процентов, миллиард сказать, вот ты, Марина, ты была в динаминации, там ты когда-нибудь такое слышала или нет? Что кто-то рассказывал именно такие родственники, скупейки, Руф, Тайнов, Твей, да, или нет? Нет, и не расскажут. Я объясню почему. Для того, чтобы о чем-то говорить, необходимо просто являться частью этого. Когда ты являешься частью этого, ты не можешь говорить, потому что у тебя в этой нет веры. А если некоторые говорят, то они просто говорят, это знаете, цитируют, там пророково, показывают все, то есть говорят и сами не верят. Потому что как бы, если люди проповедуют, то сами не верят, во что они проповедуют. Говорят, это смотришь вроде бы, проповедуют об исцелении, а сами сидят на лекарствах, вот. Проповедуют о божественном исцелении, правильно? О, божественное исцеление, там Иисус Христос вчера, 7 веки тоже. Сами идут и продолжают. Ну, надо договориться о том, что ты как? Ну, просто интеллектуальная вера, интеллектуальное помазание. Но мне нравится именно Руф, потому что это есть семя в пшенице, которое именно созреет во время жатвы. Если вы заметили, то это было жатва ячменя. А вы знаете, что первый восходит всегда кто? Ячмень. А потом пшеница. Согласны с этим? Что вначале идет ячмень, а потом пшеница. Поэтому что представляет ячмень? Ячмень, которая получила именно Руф, посмотрите, это есть раскрытое тайное слово. Потому что это было жатва ячменя. Это то время, в котором мы сегодня находимся. Есть начало и конец жатвы. Посмотрите, Руф получает тайну этих шести мер. Потому что тот, кто дал ей эти шесть мер, тот, кто открыл ей эти шесть печатей, это был сам вооз господин этой жатвы. А Руф, Руф, это есть, я хочу показать вам прообраз, та зрелая пшеница, которая была взята для того, чтобы полежать на определенном месте, для того, чтобы завершилось это тайное искупление. Потому что Христос, который есть и седьмая печать, запомните, она, каждая печать, чтобы вы понимали, так сказал пророк, в конце будете читать, седьмая печать, он говорит, что каждая печать имеет четыре вещи. Он говорит, это период, история, видение и слово. Четыре вещи. Каждая печать имеет период, вот возьмите первую печать, так или нет, когда вышел в садик на белом пене, к нему на встречу уходит также животное с лицом кого? Льва. И эта первая печать охватывала первые три периода церкви. То есть, значит, мы видим, что печать, она имеет что? Период, первая печать имела первые три периода. Она имеет историю, мы видим историю первых-вторых периодов, когда мы читаем через периоды, мы видим, что в этой истории был и Павел, и Ренея, так или нет, и Мартин во Франции. То есть, это история. Потом также каждая печать имела, заметьте, видение и слово. Итак, иди и смотри. И слово. И я увидел, и слово было в виде символов. Согласитесь этим? Слово было, потому что вышел садик на белом пене. И так каждая печать. Итак, мы возьмем, можем взять также шестую, завершающую, седьмую печать. Шестая печать, печать уже самая. Она имеет период. Она имеет историю. То есть, скажем, как она имеет историю? Она уже имеет историю. Три с половиной года будет также ее завершающая история. Три с половиной года – период о скорби. И шестая печать – это сейчас, которая идет на земле? Это суды. Правильно, нет? Потом посмотрите. Она имеет также слово. Она имеет землетрясение. Она имеет что? Искупление. Потому что это такая же печать, печать искупление. Потому что должна быть очищена земля во время шестой печати. Должны произойти что? Будет искуплена неразумная дева. И даже сто сорок четыре тысячи – это будет проходить именно тоже во время шестой печати. Это имеется в видении. Это только может открыть кто? Сам Господин жатвы. И седьмая печать. Вот как раз таки седьмая печать, которая была открыта, это есть… Аллилуйя. Это есть сам Господин жатвы. Она тоже должна иметь эти четыре вещи. И заметьте, что она должна иметь, значит, период. Это и есть период невесты. Аллилуйя. Потому что она… Ну, я хочу сказать невеста. Вы понимаете, да? Потому что когда была снята седьмая печать, то что-то написано в Библии было безмолвие как бы на полчаса. То есть была полная тишина. Господин жатвы молчал. Он никому там ничего на поле не говорил, кроме одного. Когда он сошел с возрастом, и он сказал, что помните или нету? Господь с вами. То есть дал помазание. И когда эта седьмая печать открылась, это сильно дал для себя помазание. Но голос Архангела, эта тайна, заметьте, будет только для его пшеницы. Только для его церкви. Поэтому эта печать тоже должна иметь период. Это и есть период невесты. Потому что сейчас и пятая печать был периодом для евреев. Правда? Значит, седьмая печать – это период для невесты. Потом посмотрите. Если каждая печать имеет видение, имеет символ, потому что первая имела символ, и вторая имела символ, садик на коне с луком и стрел, потом с мечом, потом хиниш веницы за динари. Значит, седьмая печать должна тоже иметь символ. Та же седьмая печать должна иметь так же слово. А там волчатся. Тишины. Но это открывается, еще раз повторяю, только для Руфи. Вот почему, когда Руфь оказалась там, на гумне ВОЗа, а это надо оказаться на гумне, на поле ты не получишь этого откровения. Если ты будешь находиться там, на поле, то ты быстро превратишься в тетернию. Это слово не может, тебе даже и сеяться не будет. Поэтому Бог сегодня вызывает людей, избранных своих. Они входят в эту тайну со Христом, и Христос в тишине открывает тебе свою дань. И в тишине Он тебе говорит. И Он открывает тебе, чем является, и кем является Он. Вот почему седьмая печать, она должна иметь так же слово в виде символа, и она должна иметь видение, она должна иметь историю. И когда мы посмотрим назад, мы уже видим часть истории, как сам Господь сошел с Возлосом. Это была часть. С Ласом Архангловной, Тругой Божьей. Мы видим, что седьмая печать вроде полчаса тишины, но когда Пророк заглянул под эту седьмую печать, он увидел те семь таинственных громов. И это проходило в виде символа, и он видел эту палатку, так и нет. Он сказал, я встречу с тобой там. Аллилуйя. И вот именно как раз в том потаёмном месте, и встречается Руф и Воз, и он открывает ей все тайны. Он говорит, хорошо, то, что ты сделала именно сейчас. Это последнее доброе дело, которое ты могла сделать. Поначалу ты не пошла на разные поля, ты пришла именно на моё поле. И я позаботился о тебе. Я дал задание, чтобы тебе подкидывали те проповедники-жнецы. Потому что каждый жнец, каждый проповедник, он должен быть именно под тем помазанием, на котором поле он что, находится. И ты пила с того же самого источника, с которого пили они. С тех же самых сосудов. То есть ты брала Библию, ты читала, интересовалась. Откуда они, правильно? Со многими женщинами, с теми наложницами ты ходила. Молодец, но ты была на моём поле. Ты находилась именно, можно сказать, как в моей программе. В моей Божьей программе. Аллилуйя. И сейчас, говорю, ты получила откровение, и ты сделала ещё одно доброе дело. Ты не пошла выиспать лучших каких-то. А может, там лучше. А я попробую. Ух ты, я смотрел там такого проповедника. Нет, ты пришла лично ко мне. Оставил. Потому что всё это во время жатвы начало. Что происходить? Мы говорили с вами в начале. Бребова связывается, правильно? А потом уже пшеница. И она не просто связывается. Она находится там на углу. Вот и что делает волос на углу. Он берёт. Вот эта седьмая печаль. Так, и это искупление. Он берёт и выбивает с неё. Всё ту шелуху. Если это человеческий дух. Всё это влияние, которое там накопилось у неё. Почему? Потому что он и она должны были стать одной. Она была в тайне искупления. Аллилуйя. Был слынную чудно сватуим. Поэтому я хотел бы сегодня говорить. Время, которое мы сейчас живём, это как раз время жатвы, когда, знаете, жатва ячменя, она закончилась. И ещё там продолжают, там ходят по тому горе и собирают те зёрночки, понимаете? Потому что сейчас уже наступает ли я, это лихое время, голода. Потому что Библия говорит, будет жажда, да, не послыша, не послыша, не о послыша, не слова. Вы знаете, он назвал это тоже период засуха. Именно это духовная засуха. Но пшеница, ещё раз повторяю, пшеница. Аллилуйя. Мы прочитали с вами также в Еремиях 4 глава. И вот так говорит Господь, да, к мужам и уда, распашите себе новые нивы и не сейте между термами. Я бы хотел, чтобы мы открыли с вами ещё Матфея 13 глава. И кое-что зачитать. Это Баос в Новый Голос и Небескупитель открывается своей возлюбленной. Давайте будем с первого стиха. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря и собралось к нему множество народа. Так что он вошёл в лодку и сел. А весь народ стоял на берегу. И поучал их многом притчами. Знаете, как пророк тоже проповедовал эту седьмую печать, я скажу, он говорит, о, я уловил откровение, но я здесь остановлюсь. А избранные потом поймут. Им дано это понять. Понимаете, да, эти мысли? Поэтому, когда вы идите в печать, от вопроса-ответа, я когда смотрю, думаю, Господи, а что у людей интересно интересовало тогда? И те вопросы, которые мне задавали, вообще какие-то несущественные. Там по печати на несколько вопросов буквально такие. А такие вопросы вообще задавали, вот. Отец, Сын, Святой Дух. А разве это неправильно? Вот крещение вымёт. Это тоже давно понятно. Это ещё в этом варисе, это говорится о том, что ты ещё, ну как, строчка головы, то есть очень-очень слабая. Тебе надо действительно как-то взять и как бы отойти от того влияния, где тебе это всё насадили. И действительно посмотреть слово, чтобы эта вера в тебе поднялась. Действительно ведь это должно вернуть нас назад. Один Господь, одна вера, одно крещение. Вот там вопросы такие, тут уже печати вернут, уже говорим о Теофании, и люди ещё тут решают вопросы, ладно. И поучал их много притчей, говоря, вот вышел сеятель сеять. Отключите, пожалуйста, здесь я буду пригородить. И когда он сеял, ино упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали в топ. Ино упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда уже взошло солнце, увяло и как не имело корня засохло, ино упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его, ино упало в добрую землю, и принесло плод. Одно в сто крат, а другого в шестьдесят, ино же в тридцать. Кто имеет уши, слышит да слышит. Вы видите, как здесь говорится в местах? Имеющий ухо слышит да слышит. Это то, что сказано было потом в периодах. Вот сейчас скажу так немножко наперёд, что это притча. Вы не думаете, что это просто притча про сеятеля, и семя вот, и вот видите, огород, да? Тут вышел, сеять и все. Здесь раскрывается тайна периода. Но я здесь об этом говорить не буду, просто вам говорю, вы можете это увидеть. Послание я дальше продолжу. И приступив ученики, сказали ему, а для чего притчами говоришь им? Он сказал им ответ, для того, что вам дано знать тайны царства небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, тому отнимется и то, что имеют. Потому говорю им притчами, что они видя, не видят, и слышат, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаак, которое говорит слухом, услышите, не разумеете, глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей, сихи ушами, с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и ваши, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки, праведники, желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышат, что вы слышите, и не слышали. Вы знаете, это то же самое время, друзья мои. Сын человеческий точно так же открылся. Это послание действительно, это живой Бог, который говорит сегодня каждому из нас напрямую. Аллилуйя. Послушайте, вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слову о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное сердце его. Вот кого означает посеянное при здоровье. Замечали, да, часто таких людей? Вроде сказал, значит, и все, и пришел, лукавый, друзья, и так далее, и как будто бы ты ничего не говорил. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обращение богатства заглушает слово и оно бывает просто бесплотно. Посеянное же на доброй почве в земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносец, а так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Аллилуйя. Аллилуйя. И моя тема как бы сегодня, что для семени просто нужна правильная почва. И вот в Пропаде Мудрость против веры смотрите, как теперь сам Святой Дух комментирует эту притчу. Я сейчас уверен, что я скажу с каждым человеком, кто не в курсе дела, не читал, спроси, о чем эта притча, я хочу сказать максимум, что можно услышать, это просто пересказ того, что он прочитал. Просто усыщаясь, сеятель вышел, о да, ушел сеятель. Ну может он скажет, что это был Иисус, да? А всем это слово Божие, то максимум еще расскажет. А это конечно же люди, все, больше в откровении, ты не услышишь. Что-нибудь было такое, скажите, кто-то больше что-то говорил? Нет, конечно. А почему? Да потому что оно закрыто. Потому что так написано, вам только давно знать, да, другим остальным просто притча. Вот они притчи радуются. Вы знаете, в притче тоже помазание находится, вы не думаете, что помазания нет. Тоже читаешь, тоже радость какую-то приносит. Но он говорит, обратите внимание, он сказал, что некоторые, да, семена, они как бы зашли, когда семя сеялось, проповедовалось слово, некоторые упали при дороге, и как зухся вода, как и не бывало, да? Как зухся вода. Бах! И причем, лука вытащил не стало. Некоторые упали до скалистую землю, такую каменистую. Там было совсем немножко пыли, которую туда нанесло, и взошли, но не было кормей, негде было опустить корме. Теперь я буду приводить примеры, надеюсь, что не задену чьих-то чувств. Я тоже надеюсь, не задену чьих-то чувств. И он говорит, так, это была католическая церковь. Могут это где-то кто-то сказать? Нет. Это была католическая церковь. Семя, павшая на скалистую каменистскую почву. Они упраждают, что они построены на скале. Я с ними сополошусь, конечно. Ибра Брахман начинает присмеиваться, говорит, это так. Они же упраждают, что они на скале или нет? Упраждают. Смотрите, под этим вообще, это верно говорит, на скле. Только под этим вообще нет земли. Нет земли, не на чем расти. То есть только не на той скле, что надо. Потому что они все поперервывают. И действительно так. Почему? Они не могли произвести, они не могли произвести витамин Библии, потому что они в нее даже не верят. Их учение, это догмы, понимаете, римская догма, в ней нет слова. Видите, упали на камни. Это, знаете, просто свои сверхмудрости, обратную. Уверяя тебя, у них все было супер. Они излагают это по психологии, большущие здания, красивые деяния, выглядят, знаете, как святые боги, священники и все остальное. Это католическая цель. Кино упало на камни, так что там мало почвы, что оно не могло просто прорасти, оно умерло. Это была сверхмудрость. Потом некоторые упали на протестантскую землю, почву. Но через какое-то время великая мудрость больших динаминаций заглушила их. Заглушила дух. Дни чудес прошли, доктор какой-то сказал, видите, отходим, бывает просто. Полностью заглушила все. Заглушила все, что? Заглушила дух ради мудрости. Святой дух сошел во дни Мартина Людера, святой дух сошел во дни Джона Веслея, святой дух сошел во дни ранней христианской церкви. Но что наделали динаминации? Свою мудростью они его заглушили. Заглушили что? Семя. Что такое семя? Слово. Отозначает не то, отозначает это, отозначает и так далее, и то-то, и то-то. Видите? Понимают они это или нет? И со многими чистосердящими людьми, с теми служителями я встречался, садился, беседовал с ними, даже по теме крещений, по многим темам. Я просил любого приехать на обсуждение. Они отвечали, брабран, если бы мы это сделали, наша церковь выставила бы нас. Я спрашивал, кто для вас важнее, Слово Божие или ваша церковь? Вы никогда, никуда не пробинетесь в этой динаминационной пыли. Понимаете? Видите? Ладно. Если она отрицает Слово, это неправильно. Это говорит о том, что это просто человеческая мудрость, это говорится о том, куда это семя пало. Потому что когда это семя пало, вроде что-то есть, но вот эти утернии, вот эти чертополохи, эти сорняки, эти заботы о... Оно говорит, просто заглушает это все и не дает произвести, не дает прорасти. Так вот, протестанты заглушили его. Дух был заглушен так, что ушел от них, когда они начали принимать мудрость вместо веры в Слово. Мудрость в организации, организационную мудрость вместо веры в Слово. Знаете, разы там, программки какие-то, понавидумывают что-то такое. И главное, что ножка выглядит. Или не выглядит. Ну, солидно выглядит, хорошо выглядит, но запомните, это вне Слова. Любая программа, которая Бога мне вдохновлена, это вне Слова. Ты можешь врать, что Бог тебя вдохновил. Я много слышал людей, которые говорили, знаете, Бог мне сказал, но в реальность Он не говорил. Надо быть очень осторожными с тем, что ты приписываешь Богу. Я говоришь от имени Бога. Богу я сказал. Как я разваливался, не брата, говорю, скажи, а вот тебе Бог говорил уходить? Когда в церкви вернёшься, ходишь и подят идёт, когда Бог скажет, а он тебе говорил уходить? И, а в ответ тишина. Я говорю, он тебе говорил, где выходить? И он тебе не скажет, возвращайся. Потому что, если он тебе сказал бы, выйди, тогда он имел бы право сказать, вернись. Но Бог не будет говорить, выйди, а потом вернись. Он не говорит, выйди из гипта, а теперь возвращайся. Люди, которые, знаете, под пробужением выходили и кричат, ооо, послание, потом возвращаются, где-то вернёшься. Это жабы, которые просто попаривают, вы знаете, в небо, когда запидывается в небо, туда попадают разного рода, там и пауки, жабы, и гадюки, там, и леди рак может попасться туда, и пауки, все, и добротно рыбу. Вот рыба, именно сегодня выбирается, он, что дальше говорит, это притча, она выбирается именно на берегу. Теперь именно на берегу. И на берегу происходит сегодня отделение. Так вот отделение, оно возвращает туда, откуда человек пришёл, с динаминадцати, или с мира, он возвращается обратно. А рыбка доберётся на царский стол. Видите? Ладно. Так вот, мы видим, что слово есть из семян. Вера в то, что группа людей из методистов, баптистов, просветилян, писятиков, иванерских всех взятых мест, и скоро они сформируют конфедерацию церкви, которая будет ничем иным, как образом зверя. И в этой стране он будет обладать такой же властью, откровение 13.11, которой они обладали там, и начнёт преследовать святых. Точно как они сделали в начале римская церковь. Понимаете? Вот чему сейчас сводится. И поэтому слово засеивается прямо сейчас повсюду. Держитесь от этого подальше и выйдите из него. Слово сейчас засеивается. Прямо здесь повсюду выйдите. И вот почему взял Иеремия, та же четвёртая глава, где Господь обращается к мужам Иударусам, распашите себе новые нивы и не сейте между тернией. Я там всё просто переживание, вот, я вижу просто, как сейчас во время жатвы, очень мощно проявляются плевелы, проявляются тернии, чертополохи, то есть проявляются люди, которые были вроде бы у собрания святых, но они проявляются как тернии в виде тернии, в виде волчь, потому что они питались постоянно от помазания дождя, они питались, 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 они настолько, знаете, набрали массу, но плода у них нет, у них просто плод их неплодской жизни, для себя живут, что-то делают постоянно для себя, для себя, внимание к себе, к себе, к себе, просьба, благословение и так далее, для себя, для себя, но пшеница, слава ему, но посмотрите, но пшеница, и поэтому я хочу сказать, что когда мне допустим просят, или иногда говорят, вот брат Володя, давай туда-то, туда-то, в эту церковь, пойди там по проповеду, а я думаю, знаете, при лошаде, в посланиях кстати, и я понимаю, что там нет о чем смысла говорить, потому что прежде чем о чем-то говорить, чтобы сделать там пробужение, чтобы это слово, семиграмовое семя, чтобы оно действительно там прорвалось и пробудилось, я скажу, необходимо просто для начала распахать все, что там было, потому что на сено разного рода всего, что знаете, что люди просто сегодня больше уделены вот этому земному бизнесы, работы там, свои какие-то эти причуды там, своя собственная жизнь, каждый чем-то самим занимается, то и хобби у них получается не на третьем, может на первом месте оказаться, или семья на первом месте, но не богу, это вот во что превратились, так вот для этого необходимо полностью распахать, а это необходимо, знаете, особое такое переживание, особенно должно быть какое-то вдохновение, это должно прийти Господа, позволить, и когда действительно вот эта распаханная добрая почва, вот тогда можно и сеять слово, а когда человек, знаете, допустим, ты придешь в бухтистское собрание, например, или писярское собрание, они будут ожидать то, что они хотят, понимая, они захотят знаете, что слышать? Они захотят услышать вот, что, вы говорите на языках, поднимите руку, кто говорит на языках, мы говорим на языках, о, вы крещеные Святым Духом, аминь, да, вот это все, что хотят услышать, они хотят услышать, вот дети Божьи, они хотят услышать, о, какие вы сегодня прекрасные tutaj, они хотят слышать. Будешь к баптистам, Только вера в Слово Божие, кто верит в Сына, тот верит. Они это хотят. Но когда ты начнешь действительно им сеять Слово, Слово, Слово этого часа, Слово родственника Искупителя, настоящее подлинное Слово, семь печатей. Я за печати уже промолчу, хотя бы просто крещенин еще говорить, как я на Молдавском, в Оревидере, так или нет? Мы это не принимаем. Это не вид Бога. Понятно. Видите? Поэтому, а смысл? Или приходишь куда-то? Брат Володин, ты же знаешь, что мы такие, да? Я уже знаю. Поэтому ты, пожалуйста, говори мне то, что люди смогут принять. Я говорю, странно. Вообще-то, если люди Божьи, а там добрая почерчь находится? Ну, конечно, добрая. Так она и примет доброе семя. Оказывается, там она не совсем добрая. Значит, она просто динаминационная. А динаминационная ожидает динаминационная. Другого она не будет ожидать. Поэтому для меня, когда я прочитал сегодня это Иеремия, 4 глава, посмотрите, что здесь происходило. Ведь это место Иеремия как раз берет перед самым-самым захватом в плен народ Иуды Иерусалима. Ведь именно Иеремия, тот пророк, который пришел именно как раз во время захвата царь Невуходоносор, лев, который вышел ищащий, истребитель народов, так или нет. И тогда полным ходом, в полной мере уже действовал царь Бавилонский. Он тогда уже захватил все народы. И Иеремия обращается к ним. Говорит, распашите себе новой Нивы и несите между тернами, тернами, обрежьте крайнюю свою плоть. Он говорит, вы должны сделать полное обрезание. Обрезание сердца. Ударите эту шелуху. Не сейте между тернами. Тернами – это уже всё, это уже материал готовый. Правильно или нет? То есть ты туда сей, не сей, ты только напрасно туда посеешь. Вот почему я говорю, не хочу тратить время, приходить, говорить и сеять в тернии. Зачем? Человек, когда сегодня, знаете, он озабочен своей динаминацией. Или он озабочен своими какими-то житейскими проблемами. Что нужно тернию? Если это забота дня и так далее. Тернию нужно, чтобы ты немножко его поддержал, правильно или нет? Чтобы он дал свой, так называемый, плод, который, собственно, не плод. Но ты приходишь дать ему слово. Оно просто заглушается. Как бы принимается на ура свой, но оно заглушается. И сегодня, знаете… Ладно, немножко дальше зачитаю тогда. А ты из проповеди «Третий исход». Он говорит, смотрите, если ты избран, если то семя пойдёт на сухую почву или на сухую скалу, оно ничего не произойдёт. Правильно? Ну, мы видим, но, в принципе, произвёл их только. То есть, оно не может принести голос. Жёсткое, каменное сердце, которое остаётся безразличным. Но если оно падёт на мягкую, в зареклённую почву веры, оно произведёт христианина, приносящего плоды духа. Аллилуйя. Плод духа. Я скажу так. Оно родит Давида. Оно родит царское семя. Посмотрите на Руф. Она была женщиной какой? Добродетельной. Добродетельная. То есть, она имела добродетели. И он говорит, это все знали. Было видно. И Восвенно на такое обратил внимание. И посмотрите. Она, когда вошла с ним в эту тайну искупления. Кого она родила? Кто пришёл по линии Бога Заруфи? Именно Давид. А по Давиду пришёл следующий. Кто? Христос. Рочество Иисуса Христа. Да? Сына Давида. Сына Авраама. Царское семя веры. Да? Аллилуйя. Так давайте ещё зачитаем. Распробуйте. Хотел бы его. Или. Посмотрите, как он молится. 64-го. Часть 2. Отец. Мы молим, чтобы ты взял слово твоё. Слово твоё есть истина. И в Библии сказано, когда Иисус говорил, сказал слово это семя, которое посеял сейтель. Мы осознаём, что если это семя хорошее, то в нём есть зародыш. И если это семя выполнило свой план по Божьей воле, тогда от него остаётся семя зародыша. И когда Иисус был на земле, он был той лозой. И то семя, которое он посел, было его словом. И мы знаем, что в нём есть зародыш его собственной жизни. Теперь посмотрите, оригинальная пшеница, оригинальная пшеница, она имеет зародыш. Когда эту оригинальную пшеницу садишь, она должна под почву умереть, она этот зародыш воспроизведёт вновь в кого пшеницу. Потом ты берёшь обратно эту же пшеницу, опять садишь и обратно она воспроизведёт. Понимаем, да, этот цикл? Но возьмите гибрида, красивого, хорошего гибрида. Ты его посадил, там ничего не произрастёт. Как-то пробовали, такие здоровые помидоры посадили, дистрофик вот такие повылазили. Это всё, что максимум повылазил. Вот тебе, пожалуйста, максимум ещё может вылезти. Но это и поэтому здесь Иисус, Он и представит им семенем. Он говорит, что и то семя, которое Он посел, было Его словом. И мы знаем, что в нём есть зарода жизни, его собственная жизнь. И мы же знаем, что семя, когда оно падает в добрую бочву, не на камни, где нет корня, не на тернии чертополов, которые вскоре залужили бы его, но в хорошую, тучную, плодородную веру. Каждое семя принесёт породу своему. И мы знаем, что каждое семя или обетованное бочье принесёт породу своему, что было обещано. Если оно попадёт на хорошую бочву, приготовленную, готовую бочву, все камни выброшены и корни, посмотрите, и горечь, и эгоизм, и безразличие, и зависть, всё искорено. Всё искоренено. Тот корень горечи, который появляется, иногда так портит то, что Бог старается сделать. Мы молим Бога, чтобы этого не было среди нас, но чтобы доброе слово нашло добрую почву. Он говорит, вот этот корень, что портит, появляется, корень горечи, зависть и безразличие. Знаете, что слово безразличие, вот две вещи, безразличие и предательство. Вот эти вот две вещи, они взаимосвязаны. Когда человек безразличен, он склонен к предательству. И когда человек предатель, значит он безразличен, ему всё равно. А, там, там, вот то, что сегодня находится в этом периоде. Потому что так в Библии говорит, люди горды, надмены, среблолюбивы, боли неожеребно гордимы, предатели, безразличны. Вот это и есть этот период. Потому что тьма на народах, и мы видим, что сегодня совершенно не то, что даже было раньше. Вы заметили, да? Даже я уже приведу простой пример. раньше, когда при Союзе, всё как-то было совсем по-другому. Как-то люди были более дружны. Как-то люди, знаете, было какое-то почтение, было уважение. уступали друг другу место. Правильно или нет? Подходили. Вот, знаете, даже ещё не оценить. Нет, вы знаете, как-то. Именно совершенно всё было иначе. Какое-то было другое помазание. Но сегодня, насколько сегодня, вроде бы, сегодня имеем Библию, раньше говорили, нет Бога никакого. Так или нет? И больше было. Знаете, чего-то такого, даже возьмите песни, которые приели. Я не проповедую здесь. Поймите правильно его. Я не говорю, что придите там и начните там слушать. Нет, я говорю, даже песни, которые была какая-то, ну, культура, цензура какая-то была. Даже песни посмотрите, там, о родине пели. Так или нет? За честь, там, за дружбу. Правда? Про солнце, там, от улыбки хмурятся глаза. Да? Какие-то песни, которые действительно как бы какую-то радость давали. Мультфильмы, которые показывали для детей. Что делали в этих мультиках? Их учили эти мультики как-то действительно воспитывать. В нас честь. Помню этот мультик, знаете, «Честное слово» по Гайдару мы, помню, проходили. Меня тоже так вдохновил этот парень. Ну, дал такое обещание, «Честное слово». Потом стоял до поздна, хоть мальчики поубегали, так нет. Солдат встретился. Он говорит, «Ты чего стоишь, плачешь?» Он говорит, «Вот, бля, тут король на меня поставили, мы играть начали». Он говорит, «Ты что?» «Иди домой, иди домой». «Нет, я сказал, «Честное слово». Мне взяли. «Будешь королем?» «Честное слово». «Да, честное слово». А этот человек, что военный, говорит, «Я, капитан, ты освобождаю тебя». Вы знаете? И это показывалось, это воспитывалось. А сегодня, что это за семена, которые сеются через вот эти все компьютеры, через эти видеки и так далее? Посмотрите, музыка, которая тоже раньше была. Посмотрите, вообще даже, прежде чем пройти, даже этому артисту спеть, а вы знаете, сколько должен был проходить этапов цензуры и так далее? Вы думаете, вот эта песня «День Победы», которую спел когда-то Левлещенко, потом Ёсин Кобзо, многие потом ей пели. Вы думаете, что ее сразу приняли наурай и запустили? Нет? Она такую цензуру прошла. Сколько это так? Так, что это «День Победы»? Это праздник со слезами на глазах. Все. И случайно там какой-то там важный чин попросил, где-то включили по радио и пошли, знаете, на радио, туда на станке насыпаться письма за эту песню. Но только тогда эта песня могла у кого приобрести популярность. О чем речь идет? И посмотрите сегодня. В чем мать родила? Прыгают, беснуются, знаете, на краже. Да страшно. И люди, знаете, смотрят, может быть, для кого-то. Это не то, что бесовщина. Это, хочу сказать, живой ад. Только еще не мучает, нет? Это только пока привлекает к себе внимание. Для того, чтобы потом мучает. Я хочу сказать, а мы очень часто, вместо того, чтобы наших детей проводить воскресную школу почаще, вместо того, чтобы, знаете, как-то побольше проводить вот нормальные такие вот общения, мы можем пойти у мирских людей где-то сидеть. Я не говорю, что здесь такие есть, а пример привожу. Сидеть у них. А что вы там нахватаетесь? Я лично сидеть у мирских. Я не знаю, чем там дышать можно. Мне лично очень нехорошо. Но я не хочется сидеть. Вообще, правда, только обсыпаюсь одной печалью. Но если тебе интересно, тебе хорошо, тебя-то не тымит, это говорится о том, что ты не семя пшеницы еще пока. Поэтому распаши свое поле. Распаши эту нибу. Возьми эти тернии, убери. Потому что тернии тянет к терням. Пшеницу тянет к пшеницу. И пшеница собирается под ловенством Бооза. Но не под ловенством уже жнецов. Не под ловенством всемирного света церквей. Не под ловенством техплеев. Правильно, нет? А под ловенством Бооза. И вот почему он говорит, что все камни выброшены. И корни, и горечь, и эгоизм, и безразличие. Безразличие. Это очень страшное дело, когда человек просто безразличен. Не распознавая тело Господне. Безразличен к процессу. Когда ты безразличен к процессу, тогда ты не можешь понять, что Бог делает. Тебе все равно. Значит, ты не ухватил тайну. Значит, ты не вошел в эту тайну. Помните, знаете, как я вот как спортсмен, люди приходят на тренировку. У тебя просто свидетели, я это вижу. Приходят на тренировку ради тренировки. То есть у него нет никакого видения. У него нет никакой цели. Да, Денис, есть такие или нет? И они в оконцовке калеками становятся, между прочим. Вот он приходит, знаете, в спортзал. Вот я смотрю, знаю, там, слышно, тренировался, тренировался к человеку. Все. Придут дилетанты. Они постарели в интернете. Они зажлись. Они увидели этих пачек звезд, демонов, знаете, которые там показали. Они думают, о, так я тоже как раз пару месяцев остается, тоже покачаюсь приду. Вот, выйдут. И он приходит, он за все подряд хватается. Начинает делать упражнения, вот. Ему кажется, он ходит на себя в зеркало, смотрит, вот. Там уже начинает замерять себя что-то там. Купит такое, вот, знаете, шекер, вот. И уже там тоже что-то попивает, уже, да, себя там проглядывает уже немножко. Это. Уже у него начинает. И он ходит. И он делает себя калекой. А там такие же тренера, калеки тоже, вот. Тоже дилетанты. Потому что там он пришел, он видел, на стенке написано. Вот. Такой-то, такой-то, квалифицированный тренер. Он такой квалифицированный, как и тот вот. И, знаете, калека тренирует калеку. И потом калека становится еще больше калекой. И я-то говорю, как оно есть. То есть, у них нет цели, нет видения. И он не знает, как достичь этой цели и этого видения. Но когда человек приходит, знаете, приходят, вот, молодые там и так далее. Дядь Вова, хотел бы заниматься. А зачем оно тебе? Вот для чего? Ну, я бы вот хотел, ну, вопрос, для чего? Я вначале смотрю на человека. Может, он потянет туда, не потянет его. Вот. И вот он, если он говорит, то есть, он имеет видение. Когда бы хотел, действительно, как бы, ну, получить здоровье, в первую очередь, быть здоровым. Не в плане здоровым, а просто здоровье, внутреннее здоровье. Правда? Это же очень хорошо. Немножко скинуть вес. А там, если у меня пойдет, я хотел бы на соревнованиях выступить, чемпионом стать. О! А это парень уже с правильным решением. С таким можно говорить. А когда приходит, ну, мы на море едем, вот, к концу лета. Вот. А сейчас марта. И хотелось бы просто, я говорю, вот там вот есть ребята, говорю, туда. «Или хотел бы выступить по бодибилдингу». Я говорю, с бодибилдином, вот этот конкурс красоты, где ходят в трусах, марьяжах, понимаете или нет? Ходят. Это, я говорю, бесовское, я там ни разу не был на таких соревнованиях. И быть не хочу, и не буду. Я говорю, запомнили? Запомнили? И с теми, с кем мы по этому спорту работали. Я говорю, и не буду. Потому что я говорю, это не христианское время. Чтобы вы понимали, ну, не надо. А если действительно… И вот так хочу сказать, человек, который видит, видит, имеет цель, значит, что с ним? Он не безразличен, когда он приходит. Он приходит, и вот, знаете, у меня человек, вот он горит. Вот есть у меня воспитанник сейчас, который тренирует здоровье, странирует совершенно. И он все время, каждый день увидит цель. Он хочет мастера спорта получить. Он знает, он занимается, он не скидывает. Говорит, нет, я все равно сделаю сегодня. У меня немножко голова болит. Я говорю, давай чуть скинем тренировку. Нет, я сделаю все так, как сказано по программе. Понимаете, человек имеет стремление, видение. Я говорю, господи, думаю, да побольше таких христиан сегодня, которые бы имели бы цель и видение. Они бы не были безразличны. Их жизнь была бы направлена. Вот вы знаете, пшеница, пшеница, да, или нету? Она сама по себе, да, пшеница. У нее есть цель, у пшенички. Есть у нее цель или нету? Ее цель есть. Она хочет измениться и попасть на царский стол. Она подается, когда ее бьют этими цепями. Лопата, да? В его руке там вилка там очистит. Подается, чтоб шелуха отошла. Потому что она знает, что с этой шелухой, этими терниями, может быть, которые пытались. Она не попадет на царский стол, она не сможет измениться. Она податлива. Она настолько податлива. У нее есть этот потенциал. Что-то все от нее отлетает. Потому что пшеница имеет видение. Церковь имеет видение. Церковь Иисуса Христа, она имеет видение, она имеет цель. Потому что это не ее цель. Я хочу. Нет. Это в ней заложено. И поверьте, Бог это видит. И поэтому Он говорит, показывает и открывает. И ты входишь в этот процесс. И ты находишься, как мы говорили, в процессе. В процессе изменения. Только в родине сначала два свидетельства насчет служения. Я тоже не верю, что это совершенно воля Божия постоянно сидеть, оставаться дома и не быть официально на собраниях, когда есть возможность. Ладно, среди недели там кто-то подключается и так далее. Вот. Нет возможности назад возвратиться. Особенно здесь в Молдаре. Тут поздно. А если уехать, все стоит дорого. Для того, чтобы такси это. В этом люди подключаются. Уверен, что они имеют благословения. Но когда возможность. Воскресенье, вести и так далее. Я не понимаю вопрос это. Пшеница. Это или не пшеница. Начинаешь думать. Поэтому я знаю, что если Бог тебя призвал, Он даже может тебе сегодня говорит. И может быть это слышишь. Это тебя не безразличным. То безразличие мне оставить никогда. Потому что пшеница, она в действии. В действии. План искупления. А что такое искупление? Это изменение. И она находится в этой седьмой печати. В тайне седьмой печати. Руф, находящаяся в тайне седьмой печати. Тайна седьмой печати. Завершает шесть печатей ячмень, который получила Руф. И также завершает тайну искупления пшеницы. Такова моя сегодня название. Одно из первое. И вот это будет завершающим название. Это Руф в тайне седьмой печати. Да, братанис? И запиши. И мы с вами, давайте, оставим тебя наши ноги, будем молиться и благодарить. Почему я сказал именно Руф в завершении, в тайне седьмой печати? Потому что каждая печать, запомните, каждая печать, каждый период, это были люди. И эти люди, они были задействованы. Посмотрите, как они были задействованы в первой печати. Они были задействованы. Как они противостали тому периоду, духу того периоду, что они делали. Посмотрите, вот та же самая шестую печать, завершающую финал тридцать с полным годом. как они будут задействованы шестая печать тоже печать искупления для евреев для неразумных дел и для земли это тоже будет задействовать земля будет задействована вы думаете атомная бомба которая здесь упадет и так хорошо пощекотит эту землю я бы не советовал бы никому здесь находиться поэтому будь сейчас задействовался ты еще не принял суса христа не покажется не крестился лучше быть задействованы может шестая печать потом так задействует но только будет поздно люди будут прятаться правильно будут прятаться в горы скалы гнева анса посмотрите вот даже будут задействованы те 144 тысячи то есть они будут задействованы уже эти два пророка придут и задействуют их они потом распознают кто они есть они будут задействованы не будут плакать а где ты получил раны на руках своих, он скажет в доме друзей их, они будут плакать, они будут задействованы, они распознают свое искупление. Также будет задействована неразумная дева, которая сегодня намного дальше пошла, как она считает. Но я хочу сказать, это не будет так, как думают, потому что неразумная дева на сегодня отходит, потому что масло ее красит, она вместо масла просто принимает нечто человеческое, она сегодня вся у заботов житейских, она сегодня бездействована на поле божьем, она бездействована. Она не может принести плод, неразумная дева не может принести плод, и она будет задействована при шестой печати, когда начнется гонение, там хорошо погоняет, но уже никуда не убежит, и тогда они будут поплатиться кровью и плодью. То, что они сегодня лелеяли, то, что они сегодня, они думали о себе больше, нежели о теле и о царстве его. Не распознали тело Господне, то поэтому и своим. Видите, будут задействованы, потому что седьмая печать задействует невесту именно сейчас. Потому что по той седьмой печати проговорили те семь таинственных громов. И когда они проговорили, что они сделали? Они собрали невесту. Аллилуйя! Всем громов соберут невесту. Всем громов покажут ей, как приготовиться, задействуют ее или нет. Они дадут ей веру для переселения и для изменения. Потому что седьмой громов это и есть само воск. Это и есть тайное искупление, в которую оно входит. Аллилуйя! Чудо наше, Господь Бог. Да бросается имя Господа и Божия. Да будет Господь Божий с нами так, как Ты, Боже, сказал в этом слове, Господи. Пусть Божие это приведет каждого нас, Господи, в действие, Господи. Пусть это настолько нас еще больше задействует. Продится, Боже, для Тебя, Отец. Даруй, Господь, Боже, еще больше помазания, рвения, Господь. Даруй, Боже, еще, если нужно, откровение для того, чтобы делать эти следующие шаги. Великий наш Бог и Царь. Мы благодарны, Боже, Тебе за открытие этих семи печати, Боже. Мы благодарны Тебе за открытие, что Ты открылся в них. И мы видим, Боже, Тебя. Мы видим, Господь, через эти прообразы, что Ты делаешь и есть сегодня. Великий чудный Бог. Спасибо, Боже, Тебе за все, что Господь, эта Библия настала, новая книга. Что-то Библию, Господь, ты даешь аппетит и желание еще больше читать, вникать, Боже, жить, и слава Тебе, хвала. Ты, Господь, действительно дьешь развлечение твоего тела, Господь, слава Тебе, также и хвала. И просим, Боже, благослови нас, когда будем рассадиться. Наши братья и сестер, которые тоже, Боже, сегодня с нами были в одном духе, ты даже, Боже, благослови и наполни, Господь, еще больше. Мы просим даже во имя Иисуса Христа. Прими, Господь Божий, нашу литву. Во имя Твоему молю и учим. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...